Музыка Елена нравится шить одежду. Хотелось бы получать нечто большее, чем материальная форма. Переберяю цели, не понимаю к чему большему стремиться. Давайте сначала посмотрим, что у нас есть по целям. Мне само интересно. Сейчас идём на YouTube. Я сейчас не захожу со своего аккаунта, поэтому всё будет честно. То есть я как будто посторонний человек. Взумное потребление. Ничего себе, сколько стало сияния, инвестирование, земледелие. Так, давайте не отвлекаться от человечества. Взумное человечество. Так, заходим на канал. Здесь есть поисковая строка. Вот здесь лупа, лупа. На лупу смотрим. Давайте посмотрим, что у нас цель. Что у нас по видео. Цель, правильная цель. Цель в жизни. Цель душа. Цель разночения. Цель воплощения сущности. Целостность. Цель инструменты. Качество. Про цели, наверное, говорили. Про цели, про цели. Надеюсь, вы всё это отсмотрели. Потому что про выбор цели. То же самое с другими словами. Вот, посмотрите. Цель, да. Что давайте напишем? Мечта, да. Поехали. Когда встают родители, неплохое зрение. Почему по мечтам? Выдаёт такой странный набор. Вика, запиши себе, пожалуйста, разберитесь. Почему у нас она там что-то в теге забита? Или где-то мы об этом рассказываем? Так, давайте к вашему вопросу. Здравствуйте, Лена. Нравится шесть одежды. Хотелось бы получать нечто большее, чем материальная форма. Перебираю цели, не понимаю, к чему большему стремиться. Направьте, пожалуйста, какая может быть благородная цель в моей работе. Ну, я не знаю, какая ваша работа. Вы говорите, нравится шить одежду, но вы не написали, что это ваша работа. Давайте представим, что шить одежду – это ваша работа. Вот вы пишете. Хотелось бы получать нечто большее, чем материальная форма. Да, можно создавать одежду, в которой человек будет исцеляться. Можно создавать одежду, которую ни одна там стрела и пуля не пробьёт. Вот я реально говорю. То есть, когда мы жили поселениями в древности, когда мы адекватно жили, в общем, в адекватном ключе, и всё было в поселении в этом правильно, были такие категории, как мастеровые, ремесленники. И это, в вашем понимании, может быть, ремесленник – это, не знаю, делать загон для какой-нибудь свиньи. Хотя можно сделать такой загон для свиньи, хотя я не думаю, что они ели мясо, но тем не менее, можно сделать такой загон для свиньи, что свинья просветлеет к концу цикла своего жизни. Они создавали такие формы и такие предметы, которые были магическими, волшебными. То есть, можно создать такую одежду, которая будет просто волшебной. Мы одно время общались в Петербурге с человеком, который собирал древние одежды, платья-сарафаны, и с символикой работал на этих платьях-сарафанов, которым там по 100, по 200 лет такие сарафаны. И диссертацию он даже написал, показывал нам. И он рассказывал про одного человека, который шил, я не знаю, шьёт ли сейчас, но он шил тогда платье из крапивы. Крапиву он сам ткал, но люди определённые. Ткали. Брали ткань, краили, всё делали, полный цикл производства одежды. И ещё там эту крапиву, только не смеяться, каким-то образом там у него на полях выращивали чуть ли не девственницы. То есть, там какие-то очень высокоморальные женщины. И эта крапива росла особым способом. Так вот, женщины, которые не могли забеременеть, одевали эту крапивную платье и рубашку, носили какое-то время и беременели. То есть, человек производил магическую одежду, и к нему там очередь стояла. Вот такое слышала от человека, который реально видел этого человека и общался с ним. Кстати, он тоже предлагал нам координаты, потому что связаться с ним, потому что тогда мы интересовались этим, но мы потом уже занялись немного более другими вещами, уже не до этого было. То есть, не связались мы с ним, вот что хочу сказать. Поэтому вы пишете, «Хотелось бы получать нечто большее, чем материальная форма от одежды». Понимаете? В предметы, которые вы производите, вы можете вложить только то, что есть у вас внутри. Поэтому, чтобы получать от одежды нечто большее, чем материальная форма, вы сами должны иметь в себе нечто большее, чем материальная форма. А для этого я неоднократно рассказывала, и 17 лекций у нас снято «Питание, движение, очищение». То есть, ближайшие лет 10 тысяч идите по этому пути, и у вас разобьётся в конце концов форма и видение, с помощью которой вы сможете жить, шить одежду, в которой люди будут исцеляться. Но только тут вопрос возникает. Шить-то одежду, в которой люди будут исцеляться, это хорошо и правильно? Но тут такие нюансы есть. Вот смотрите, у нас сообщество «Разумное человечество». Это небольшое сообщество. Вот меня, например, спрашивают, «Лена, почему ты не делаешь большое сообщество?» То есть, почему там 100 тысяч людей не могут в нём состоять? Рассказываю. Потому что в сообществе применяются такие технологии, которые могут быть выданы или оказаны в качестве услуг людям определённого уровня развития сознания. То есть, я, например, не буду бегать в сообществе за вами, чтобы вы там себе глистов в попе потравили. Я этим не занимаюсь, вам просто выдаётся список заданий, которые надо сделать. Вот каким образом очистить организм, каким образом в организм поставлять мне питательные вещества, чтобы я могла делать те самые чудеса чудесные, о которых люди рассказывают, что в сообществе состоит. Я не буду вашу попу проверять там с вашими глистами и заниматься вот этой деятельностью для детей, то есть базовыми основами. Вам вот список даётся, давайте покажите мне, как вы хотите просветление. А то многие думают, что просветление можно получить, когда в попе черви ползают. И это нормально. И в голове, и в коже, и везде эти черви ползают. И люди такие, ой, я хочу стать просветлённой. Ну давай. Глисты твои скорее просветлеют, чем ты, если ты их не выгонишь. И вот с одеждой то же самое. То есть научитесь вышить такую одежду. А как вы будете, то есть вы будете вот её предлагать всем подряд, кому придётся за любые деньги? Просто когда вы сошьёте такую одежду, вы поймёте, что предложить-то вы её можете одному человеку из тысячи, если не из десяти тысяч. Ну даже и это интересно, потому что я предпочитаю, пусть даже будет, например, небольшое сообщество, но оно будет. То есть мне интересно заниматься с людьми вот с определённым уровнем развития сознания. Потому что из этого можно получить там следующий уровень, следующий, следующий. А вот вы что будете делать? Вот придёт к вам, например, маньяк-педофил. Я так просто рассуждаю. Вы же не знаете, что это маньяк-педофил, да? И он такой, вот моя жена не может забереть. Ну в общем, ему нужно ещё родить 5-6 маньяков-педофилов, чтобы их там семья укреплялась, понимаете? Вот у вас готовый механизм отбора этих людей. Потому что если вы ошибётесь, ну, например, маньяку-педофилу окажете услугу, чтобы эта жена в этой рубашке его маньяка этого нарожала ему ещё там 12 маньяков-педофилов, которые будут за вашими же детьми охотиться в подворотнях. Потому что если вы ошибётесь, то на самом деле сделать ваше платье, там, да, из крапивы, в которых там женщины рожают не магическими, а прямо даже демоническими, ну на том каком плане это дело 5 минут, если не 30 секунд. Там просто одни конструкции снимаются, вторые одеваются, как бы программируются определённые, ну там центр программирования, там можно программировать любые поведенческие тенденции. И в ваших этих рубашках люди умирать будут. Понимаете, игры уже с такими вещами, вот на уровне магии, это требует определённого уровня развития сознания, определённого уровня культуры, образования, умения защищать себя и свои творения. Вот представьте просто, что маньяк-педофил, которому вы откажете, вы, там, украдёт у вас эту рубашку, да, и какое-то время будет ей пользоваться. А по-кармически накажут-то вас. То есть хорошо, что вы стремитесь вот к таким вещам, просто нужно понимать, что красивая бутылочка на сайте, которая у нас стоит, кстати, не знаю, кто знает, кто не знает, каждый раз новые люди приходят, давайте посмотрим, что у нас сейчас на сайте. Значит, Разум Органик сайт. Ру или Ком, по-моему, не важно. В общем, многие люди думают, что, вот, например, красивые бутылочки, которые стоят на сайте, давайте посмотрим, вот Разумной технологии называется. Вот, например, косметика, посмотрим. Вот эти вот красивые, кстати, у нас, кто хотел давно купить, мы все предыдущие партии всегда распродаём, вот масло для волос, кстати, распродажа тоже. То есть когда мы новую партию готовим, у нас весь продукт живой, там нет химии, поэтому когда мы готовим следующую партию, предыдущие остатки мы всегда распродаём, потому что эти продукты не предназначены для хранения в квартирах ваших. Они предназначены для использования и хранить, рекомендую, всё в холодильнике. Ну, то есть это как яйца, как там сметана, вы же не будете её на ночь оставлять, она просто испортится. Эти продукты не будут портиться, если вы забудете её даже на 50 ночей, но если вы будете хранить косметику всю нашу в холодильнике, то срок её годности будет не полгода, как мы заявляем, а 2-3 года. То есть я, например, около года пользуюсь косметикой, но я храню её в холодильнике. То есть некоторые думают, что вот эти красивые, Вика, уже пора тут у нас за фотографии новые сделать, какие-то этикетки, чтобы на них были. Вот думают, что вот эта красивая картинка, это вот человек что-то шлёпнул там, вот сделал и расположил. И вот это весь труд. Вы, кто может себе представить, просто представьте, какое количество людей стоит за всем этим. Производство, получение лицензии, сертификация продукта, закупка ингредиентов, разработка всех этих вот, господи, формул и сочетаний, процесс тестирования, общение с клиентами, общение со сложными клиентами, доставка, бухгалтерия, отчёты. То есть вы себе, не знаю, даже некоторые, может быть, даже не представляют, что такое бутылочка на сайте. Вот это вот. Вот в вашем случае то же самое, рекомендую обратить внимание на разрабатывание схемы, то есть как вы будете, как вы будете взаимодействовать с людьми, то есть как вы будете предлагать им, вот, например, вашу волшебную одежду. Можно, конечно, сделать одежду и для массового потребителя, можно вообще сделать динамичные магические модули, которые будут, например, останавливаться, если прекращать свою работу, если человек, ну, какой-нибудь маньяк у вас эту одежду будет покупать. Вот. Можно сделать всё. Ну, то есть у вас должно быть понимание вот этого закулисья, вот этого красивого платья или красивой одежды, которую вы шьёте. То есть целая технология. Вот, например, многие пишут письма, хочу стать участником сообщества, разумное человечество, а потом мы начинаем с ним полугодовую переписку, и люди выходят из себя, и мы с вами переписываемся, переписываемся, я на вопросы всё отвечаю, отвечаю. А вот вы не думали, что я просто смотрю, как вы отвечаете, я смотрю, готовы ли вы к тяжёлым условиям, готовы ли вы к работе по сценарию не по вашему плану, как долго вы готовы к работе по такому сценарию. То есть, в общем, те, кто проходит вот эти переписки и, наконец, попадают в сообщество, вот, это те самые люди, с которыми я готова начинать работать. А вы что будете делать? То есть, шить платье большого ума не надо, даже когда вы разовьёте в себе вот эти магические вещи внутренние, ну да, будет автоматически ставиться программа на всю вашу одежду. То есть, там автоматом это будет делаться. Вы будете как бы её наполнять с тонкого плана, вот, как бы частью своей души, если можно так сказать. И что? И вот просто представьте, например, потом посмотрите на свой образ жизни, на что вы едите, пьёте, на вашу спортивную форму, на ваши цели и задачи. Многие думают, что можно подбухивать и шить магические платья. Разочарую вас. Магические платья на подбухивании не работают. И, например, вы создали коллекцию магических там платьев, да, так фантазирую. И пошли на Новый годик, на день рождения там подбухнули чего-нибудь, или там колбасы с картошкой в себя закинули. Всё, они будут у вас магических платьев. То есть, понимаете, у людей отсутствует образование в этом плане. Я не то, что там ругаю вас или как-то, может быть, где-то даже шучу, а то, что нет этого образования. Хорошо, что вы приходите, задаёте вопросы по этому поводу, я на них отвечаю. Хотя бы так вы узнаете эту информацию, другие, может быть, узнают тоже. То есть, ну, будете вы создавать такую одежду, а кому вы её будете предлагать? Маньякам, ворам, развратникам и хулиганам? Вы посмотрите, кто покупает эти всякие гуччи, шмуччи, версачи. Посмотрите на этих людей, на их цикл жизни, на их выражение лица, на их судьбу. Мне просто страшно. Ну, смотреть на них страшно. Не мне страшно, а мне страшно на них смотреть. Так что... Кстати, про одежду. Вот направьте. У нас же есть... Был ченнелинг большой про одежду. Давайте-ка посмотрим вместе с вами. Вика, как он назывался? То есть, мы прям разговаривали с теми, кто вот человечество с вас... Насколько я помню, одежда. Правильная одежда. Да, давайте, вот вы, надеюсь... Вот вы спрашиваете, вопрос мне задаёте, да? А вы вот наш вот этот знаменитейший ченнелинг видели? Давайте уберём. По одежде. Почему изнашивается одежда? Я просто... У меня переключен, давайте, надёжём по-русски. Почему изнашивается одежда? Национальная одежда, драная одежда, правильная одежда, по-моему. Вот он, час двадцать семь. Ой-ёй-ёй. Ченнелинги мы больше, кстати, ребята не проводим, потому что это такие энергии затраты, что сложно вам представить даже. Вот, правильно, одежда, одежда и гармония. Но вы хоть отсмотрите все эти 150-м видео на эту тему. Обувь, вот, передача и чистка одежды, саморазоружение. В общем, я думаю, у вас... Посмотрите, пожалуйста, это всё. У нас по одежде там прямо... Даже ченнелинг есть по одежде. Субтитры создавал DimaTorzok